Здорово щеглы, в этом видосике я хочу вам показать 9 отличных автомобилей, которые теряют половину стоимости всего за 3 года. Приобретая автомобиль нужно обращать внимание не только на технические параметры, опции и уровень комфорта. Стоит также задуматься о том, как потом выгодно продать поддержанный автомобиль, ведь некоторые модели после 3 лет эксплуатации теряют в цене половину. Немецкие модели всегда были популярными на рынке поддержанных машин. Во-первых, спустя 3 или 5 лет эксплуатации это все еще надежные и комфортные автомобили. К тому же многие БУ модели можно купить заметно дешевле одноклассников. Трехлетние седаны BMW 3 серии 2014 года продаются на вторичном рынке практически за полцены, на 46,9% меньше первоначальной стоимости. Но при желании можно купить даже более новый автомобиль. По статистике сайта IC Cars BMW 3 серии победитель рейтинга моделей, которые владельцы продают по езде всего год. Номер 2. Volkswagen Jetta. В приобретении поддержанных машин есть несколько существенных недостатков, один из которых окончание гарантии. Например, Volkswagen дает трехлетнюю гарантию на модель Jetta, а на ее силовую установку 5 лет. Это означает, что в течение указанного времени можно не бояться слишком больших трат на возможные ремонты. Когда же гарантийный срок завершается, цена машины сильно падает. Трехлетние автомобили Volkswagen Jetta 2014 года в среднем теряют 46,4% начальной стоимости при перепродаже. Даже для машины, которая не попадает в рейтинг самых надежных, это существенное падение цены. Номер 3. Infiniti Q50. В наше время автомобили одной модели часто выпускаются по несколько лет подряд без существенных изменений. И отличить новую машину от трехлетней можно только по маркировке на стекле окон. Зато можно немало сэкономить, купив поддержанную машину классом выше. Так, японский седан Infiniti Q50 2014 года по прошествии всего трех лет в среднем теряет 46,9% от первоначальной цены. Номер 4. Nissan Maxima. В случае с японским седаном Nissan Maxima 2014 года ситуация несколько иная. В 2015 году дебютировала машина нового поколения, которая получила множество лестных отзывов в автомобильной прессе. Поэтому владельцы старой модели потеряли в цене при продаже машины в среднем 47,9%. Номер 5. Mercedes-Benz C-класса. Чтобы купить один из Mercedes-Benz последних моделей нужно заплатить немалую сумму. Но это далеко не самое выгодное вложение финансов. По статистике за первый год эти машины теряют около 20% стоимости. Трехлетние экземпляры и вовсе на 48,3% дешевле. Зато такая машина очень выгодна покупателю, который, как и в случае с BMW, получает немецкое качество и комфорт по умеренной цене. Номер 6. Cadillac ATS. Cadillac ATS компактный автомобиль и задним пассажирам может быть тесно. Но вряд ли это настоящая причина того, что всего за 3 года машина теряет 50,4% первоначальной стоимости. Номер 7. BMW 5 серии. Новый седан BMW 5 серии стоит немалых денег, особенно если он оснащен богатой комплектацией. Но получить такую роскошь можно намного дешевле, если поискать на рынке трехлетние экземпляры. Владельцы машин 2014 года в среднем теряют 48% первоначальной стоимости. Номер 8. Mercedes-Benz E-класса. Понаблюдав за изменением стоимости трехлетних автомобилей, можно сделать вывод, что роскошные седаны теряют больше всего. Среди немецких производителей антирекордсменом стал Mercedes-Benz E-класса. Машины 2014 года выпуска сейчас стоят в среднем на 48,4% дешевле первоначальной цены. Номер 9. Cadillac KTS. Самые роскошные и комфортные автомобили делают в Америке и в Германии. Бизнес-седаны из этих стран и возглавили рейтинг машин, которые больше всего теряют в цене за 3 года. Cadillac KTS является одной из худших покупок с точки зрения инвестиций. Ведь машины 2014 года сейчас в среднем подешевели на 51,4%. Зато новый владелец может быть доволен выгодной покупкой. На этом наш обзор 9-ти тачек заканчивается. А если вам не понравилось, как я зачитал этот видос, вы можете поставить ему дизлайк, а еще насрать на мою озвучку. Всем пока! Вы когда-нибудь видели автомобильную светотехнику последнего поколения? Большинство покупателей из России заявляют, что фары можно оставлять включенными даже при выключенном двигателе. Потом спустя некоторое время вернуться к машине и без проблем завести ее. Я искренне вам рекомендую налетать на лампочки, пока еще наши китайские партнеры не зажрались. Ссылка на этот магазин находится в описании. Ссылка на этот магазин. Продолжение следует...